Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко присоединяется к нашему эфиру. Владимир, здравствуйте, громадное спасибо, что нашли время. Приветствуем вас. Приветствую вас тоже. Скажите, пожалуйста, только что в сюжете мы увидели информацию про эти судногенераторы. Вот объясните, пожалуйста, простому зрителю, которому сложно разобраться, насколько вообще это реальный момент, насколько это на самом деле может быть эффективная история для Украины, вот эти вот судногенераторы. Очень интересно ваше мнение. Ну вы знаете, что это же практикуется во многих странах мира, значит, реализация электроэнергии через данные судна. Где-то около 2 гигаватт всего мощностей в мире, да, то есть генерируется подобными суднами, то есть в основном это прибрежные страны Африки и Азии, там, где действительно существует серьезный дефицит электрической энергии, где неразвитые энергетические системы, то это достаточно эффективный способ. Кроме того, хотел бы заметить, что впервые данный способ, значит, обеспечения электрической энергии был применен еще в Соединенных Штатах в 20-х годах прошлого столетия, когда случился блэкаут на побережье Соединенных Штатах. И, значит, многие жители остались без света и решили именно применить этот способ, когда за счет суден и генераторов на них смогли обеспечить, значит, жителей регионов, которые попали или столкнулись с блэкаутом в то время в Соединенных Штатах. Поэтому, в принципе, эта идея неплохая, но она больше подходит, значит, в условиях действительно чрезвычайной ситуации, в которой оказалась Украина, но тут существуют тоже вопросы. Первый вопрос, кто за это будет платить? Потому что, в принципе, цена производства электрической энергии на таких суднах значительно выше, чем в обычных условиях, чем на обычных тепловых электростанциях или атомных электростанциях. То есть это тоже вопрос. И действительно, мы знаем, что надо обеспечить и страхование данных судов, надо обеспечить коридор безопасности. То есть тут подключать надо и ООН, и Турцию, потом вести переговоры тщательно с Россией, захочет ли Россия обеспечивать этот коридор, тоже, значит, серьезный вопрос. То есть больше, на мой взгляд, сейчас вопросов, нежели ответов. Каким образом партнеры Украины на сегодняшний день еще помогают, непосредственно уже помогают, если эти суда-генераторы, это только вопрос, который рассматривается, то есть конкретная помощь, которая сегодня оказывается Украине для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность нашего государства, или хотя бы помочь в восстановлении разрушенной инфраструктуры? Что это? Что сейчас предоставляется? Ну, вы знаете, больше 15 стран сейчас согласились помогать Украине и финансово, и за счет поставки оборудования энергетического. Из последнего это Европейский банк реконструкции и развития выделил для восстановления энергетической системы Украины 300 миллионов евро. Буквально недавно из них 150 миллионов евро непосредственно пойдут на закупку оборудования, как планируется. Также правительство Нидерландов выделило около 70 миллионов евро, это только буквально за последние дни. Насколько мне известно, уже подписаны соглашения о поставке в Украину более 200 генераторов средней мощности. Поэтому, кроме того, очень важно учесть, что принимаются решения про увеличение поставок систем противоракетной обороны. Это тоже очень важно в данном контексте. Поэтому европейские страны, Соединенные Штаты Америки и Великобритания много делают для того, чтобы спасти украинскую энергетическую систему. Ну, к сожалению, все это делается с опозданием, реактивно, непроактивно. Надо было эту работу начинать еще в начале лета. Об этом я говорил, что главная проблема в Украине это будет не столько накопления природного газа и угля, сколько защиты аналитической системы от воздушных атак. И необходимо было создавать вовремя еще больше аварийный запас. Но лучше поздно, чем никогда, как говорится. Владимир, насколько я помню, вы недавно говорили о том, что Украина пережила и выдержала, что самое важное, уже семь волн повреждений энергосистемы. И, насколько я понимаю, на самом деле это то, что мы выдержали, это колоссальная, просто колоссально важная ситуация. Давайте объясним всему миру вообще, какой это был серьезнейший вызов, который, я думаю, очень тяжело было бы принять, ну, например, многим европейским странам. Конечно, не дай бог им оказаться в подобной ситуации. Давайте объясним, вот, сквозь что прошла Украина уже в контексте энергетической системы. Ну, чтобы немножко представили люди, и на Западе в том числе, что это такое, то вот за полтора месяца, ну, чуть больше, на Украину было выпущено больше, более, нежели тысячи ракет, ну, не считая дронов. Да, то есть, поэтому, ну, это очень, при том, ракет, крылатых ракет, достаточно большой мощности. И к чему это привело? Это привело к тому, что, в принципе, в принципе, разрушена инфраструктура на сегодня в Украине энергетическая, где-то на уровне, там, 40-50 процентов, или повреждена. В основном удары были задействованы не столько по генерирующим мощностям, сколько по распределению, распределительным пунктам, подстанциям, трансформаторам, то есть, системам выдачи мощности, то есть, когда, по сути, электростанции не могли доставить электрическую энергию потребителям, потому что линии электропередачи, системы распределения были разрушены. Но, вы видите, благодаря, так сказать, опыту, профессиональной работе и мужественной работе наших энергетиков, все-таки постепенно система восстанавливается, делаются новые схемы завязки и аналитической системы, то есть, переходится, значит, если высоковольтные линии, там, например, 750 кВт, там, поставлялась электрическая энергия сейчас, по новым схемам, значит, пытаются сделать, чтобы менее, так сказать, высоковольтные линии, то есть, там, 330 мегаватт поставлялись, там, электрическая энергия и ниже, то есть, и чем мы ниже опускаемся по уровню напряжения электрической сети, поставок электрической энергии, тем меньше шансов, что Россия их разобьет, потому что на уровне, там, 330-110 мегаватт уже, там, не десятки трансформаторов, а сотни тысяч трансформаторов, поэтому, вот, система, так сказать, постепенно начинает работать по новой схеме, которая является менее, хотя и надежной с точки зрения поставок, а одно более устойчивое с точки зрения, значит, ударов российских ракет. А какие еще изменения, как вы считаете, должны произойти или произойдут наверняка в энергетической системе Украины после победы Украины или еще до этого момента в связи с теми обстрелами массированными, которые Россия периодически осуществляет? Ну, Украина возникнет хорошая возможность построить абсолютно новую систему, на новых принципах. Это, в первую очередь, Smart Grid, это разумные сети, которые сейчас, как бы, в Европейском Союзе внедряются очень широко, то есть это позволит более гибко реагировать системе на изменения поставок, более экономично. Это первое. Второе. Мы будем развивать систему децентрализации поставок электрической энергии, то есть больше будет развиваться и зеленая генерация, это в первую очередь солнечная энергетика, ветровая энергетика. Особое внимание хотел бы уделить биоэнергетике, потому что Украина имеет, как аграрная страна, имеет колоссальный потенциал развития. Биотопливо, то есть, кроме того, я думаю, что очень, так сказать, целесообразно развивать еще системы накопления электрической энергии, то есть если мы на основе, то есть мы, вы знаете, наша энергетическая система имеет очень низкий уровень запаса маневренных мощностей, потому что у нас преобладает базовые мощности, это атомные электростанции, то есть мы будем все-таки развиваться в сторону децентрализации системы накопления электрической энергии, смарт-грид, создание больших объемов маневренных мощностей, энергоэффективности, энергосбережения. Вот я думаю, вот в этом направлении и есть смысл развивать нашу энергетическую систему, плюс мы будем больше связаны с европейской энергетической системой, то есть если сейчас где-то обмен электрической энергии может находиться на уровне 500 мегаватт по мощности, то я думаю, в перспективе это может достигнуть 3-4 гигаватт обмена экспорта и импорта электрической энергии с Европейским Союзом. Ну вот приблизительно вот такие направления, так сказать, показал, и думаю, так и надо развивать нашу энергетическую систему. Владимир, спасибо громадное, обстоятельная беседа, все ясно, четко разложили по полочкам. Еще раз спасибо, с нами был Владимир Амельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.